так как же по словам лобковского мы должны себя вести с нашими подростками что он советует расслабиться вспомнить что вам тоже было 14 лет вспомнить как в ночи мать звонила вашим подругам а отец тревожно стоял у окна в общем вспомнить как все это было у вас и как вы все-таки выжили понять что ребенок вырос имеет вторичные половые признаки и подвижную психику и что сейчас он находится в болезненном состоянии от которого страдает в первую очередь он сам причем страдает куда сильнее чем вы принять его взросление проявить к нему уважение как взрослому человеку и оказать поддержку как можно чаще проявлять понимание и сочувствие вы конечно живой человек и когда слышите что-то откровенно хамской имеете право высказать недовольство но все-таки попробуйте постараться проживать дни без агрессии и скандалов вывести из дома тему школы вообще вынести и вместе с мусором говорить о школе только если ребенок сам инициирует этот разговор сюда же относятся разговоры про оценки егэ от результатов которого якобы зависит будущее всей семьи угрозы про армию работу дворником беседы о важности хождения в театр и музей и прочим если вы не будете выносить мозг своими нотациями есть шанс услышать что он говорит еще раз если вы закроете рот возможно ребенок сам захочет что-то вам рассказать и поделиться сокровенным не стоит левой рукой вынимать планшет а правой вкладывать книгу в руки подростка это бесполезно для того чтобы сформировать у ребенка сознательное отношение к жизни придется дать ему определенную свободу потому что через некоторые вещи точно лучше пройти в 15 лет чтобы они не догоняли в 20 факт остается фактом дети которых ограждали с которыми носились которых изо всех сил старались не упускать столкнувшись реальной жизнью попросту не умеют ею распоряжаться не знают как жить своим умом и став взрослыми все время ищут какой-то опоры и о том что закроявляется очередь ответ но